Дорогие друзья, рядом со мной заслуженная артистка России, актриса театра и кино Елена Кондуланин. Здравствуйте! Здравствуйте! И поэт и композитор еще. Это, к сожалению, немного знают, но после того, что я сказала, будут сыскать мои песни. Мы этого вам, конечно же, желаем. В новом году обязательно будет так. Но вы выглядите просто прекрасно, как будто бы очень скоро, и сами окажетесь на подиуме самого главного события этого уходящего года. Что вы можете пожелать ребятам, которые так беспокоятся, переживают? Ведь у них, возможно, первый и в их жизни показ, в котором они принимают участие. Ну, чтобы этот показ был удачным для них, чтобы они стартанули с него куда-то очень-очень высоко, и чтобы они эту планку никогда по жизни больше не теряли. Высоту. Росконгресс. Организовали это мероприятие, и я счастлива, что меня сюда пригласили. Это потрясающе. Это что-то, какой-то новый формат совершенно. И я очень признательна школе Саруханова, которая здесь тоже участвует, и в связи с чем меня тоже пригласили посмотреть на это мероприятие. Итак, Елена, а вы наверняка уже посетили выставку, где одни из самых успешных, самых талантливых художников Дальнего Востока показали портрет современной живописи женщины в их современном формате, который называется «Мадонны Дальнего Востока». Вы видели эту выставку? Я ознакомилась с этой выставкой и должна сказать, что это замечательно, что Москва дает возможность Дальнему Востоку взять, презентовать таких талантов и дать дальнейшую дорогу этим талантам. Это замечательно вообще, вот инициатива, которая ознакомливает с творчеством не только каких-то рядом городов, но и Дальнего Востока. Казалось бы, это очень далеко, но оказывается, это очень близко, если вы придете на эту выставку. Оказывается, Дальний Восток на самом деле Ближний Восток, дорогие друзья. Спасибо, Елена. Прекрасного вечера вам.